Некоторые из вас, возможно, подумают, это уже перебор, это слишком броско. Серьезно, кто носит бриллианты на обуви? Наверное, я описал Гарри Стайлза, получающего награду на какой-то церемонии, да? Нет, событие, которое я описываю, произошло в апреле 1789-го, и парень, о котором я говорю, тоже был одет в домотканный костюм. И шпага действительно была уместна, потому что он бывший генерал. Парень с бриллиантами на туфлях, которого я описал, зовут Джордж Вашингтон. А событие, которое я описываю, это первая инаугурация президента США. И я должен сказать, что подготовка к этому событию была довольно интересной, потому что многие люди не хотели, чтобы он выглядел как король. С другой стороны, это был высший пост в этой новой стране, и к нему нужно было относиться с уважением. Господа, я делюсь с вами этим маленьким кусочком истории, потому что хочу подчеркнуть одну вещь. Никогда не стоит надевать скучный наряд. И сегодня я покажу вам, как избежать частых ошибок и всегда выглядеть хорошо, добавив немного пикантности. Поехали. Итак, первая ошибка заключается в том, что у вас не хватает смелости одеться лучше всех или надеть что-то, что привлекает внимание, потому что, если вы хорошо выглядите, вы будете выделяться. Если вы будете выделяться, люди обратят на вас внимание, дамы обратят на вас внимание, другие парни обратят на вас внимание. Возможно, найдется кто-то, кто будет пытаться отговорить вас, ведь на вашем фоне они будут выглядеть плохо. Игнорируйте этих людей. У вас должно быть мужество, чтобы справиться с вниманием и знать, что «Да, я действительно хорошо выгляжу, мне комфортно, я чувствую себя прекрасно». Я не против того, чтобы люди смотрели на меня. Серьезно, господа. Это особенно важно, потому что наше общество в целом не способствует тому, чтобы мужчины хорошо одевались, чтобы мужчины одевались броско, чтобы мужчины действительно хорошо выглядели. Если вы посмотрите на телевидение, мужчины в основном сливаются с толпой. Мужчины часто изображаются нелепо. А если ты выделяешься и хорошо одеваешься, то найдутся хейтеры. Это неизбежно. Но поймите и посочувствуйте им, потому что они не ненавидят вас. На самом деле они расстроены из-за того, что на вашем фоне они выглядят плохо, им это не нравится, и они пытаются вас принизить. Следующая ошибка заключается в том, что вы не играете на своих сильных сторонах. Очень часто мы носим то же, что и все остальные, а не смотрим, какие цвета подходят к нашему цвету лица, какие наряды подходят именно к нашему телосложению. Так, если у вас темные волосы, если у вас темная кожа, если вы из Индии, если вы африканского происхождения. Есть много разных необычных цветов, которые вы можете привнести в свой гардероб. Вы должны выйти на улицу и найти цвета, которые действительно будут сочетаться с вашей кожей. Однако, если у вас светлая белая кожа, как у ирландцев с рыжими волосами, то некоторые цвета будут вас чересчур выделять. Поэтому вам лучше выбрать более приглушенные палитры, более приглушенные цвета, которые позволят вашей естественной привлекательности и брутальности проявить себя. А если вы высокий и худой парень, можете носить многослойную одежду или объемные свитера. Это подходит вам, и это не сделает вас толще. А если и сделает, то это неплохо, это придаст немного объема в груди и в шее. Если вы относительно худой человек, это выровняет вас. Может быть, вы крупный крепкий парень? Тогда вам подойдут все эти брюки с высокой талией. Найдите те, которые подойдут именно вам. Модели с высокой талией – это то, что из 20-х, 30-х годов, и они действительно хорошо смотрятся на крупных мужчинах. Ну, вы знаете, немного с животом. Найдите подходящую пару, сочетайте их с подтяжками, может быть, даже с пиджаком. И один из самых простых вариантов – подчеркнуть глаза с помощью одежды. Допустим, у вас пронзительные голубые глаза, может быть, зеленые. Носите одежду, подходящую к ним, потому что она подчеркнет эти цвета. Это сделает их более яркими, это привлечет к ним внимание, и люди начнут отмечать ваши глаза. У каждого из нас есть вещи в нашем теле, которые нам не нравятся. Фокус в том, чтобы найти то, что вам нравится в вашем теле. Да, вы немного полноваты, но у вас есть руки, вы проводите много времени в тренажерном зале. Так что не бойтесь показать это, закатав рукава. Или, может, вам подойдет рубашка с короткими рукавами. Хорошо, перейдем к тонкостям стиля. Думаете, обычный темный костюм не дает никакой свободы действий? Ошибаетесь. Вариантов очень много. Темный костюм – это нормально. Вы можете надеть угольно-серый, можете надеть темно-синий. Кроме того, существует так много разных материалов, которые вы можете использовать. Это может быть ткань с паттерном елочка, или, например, гланчек. Много вариантов. Вы можете выбрать что-то с немного выраженной текстурой, может быть, даже фланель. Будьте осторожны, это сделает его немного более повседневным. Но если вы изучите разные варианты, вы можете начать экспериментировать с различными тканями и узорами. И говоря об узорах, просто посмотрите вот на этот пиджак. Он серый, да, но вот этот узор, вот эта небольшая клетка, это просто очень красиво и выделяет его среди других. Возможно, немного броска, но делает образ более свободным. Но узоры можно добавить не только в костюмы. Если посмотреть на всевозможные узоры на рубашках, есть множество разных вариаций с полосками. Не следует всегда выбирать однотонные белые или однотонные синие, которые составляют основу мужского гардероба. Здесь можно выбрать что-то другое. При этом аксессуары – это именно то, с чем можно поэкспериментировать. В нагрудный карман можно положить красивый платок с узором. Например, узор пейсли можно часто увидеть в нагрудном кармане или на галстуке. Эти акцентные элементы действительно помогают разнообразить образ, добавляя цвета, а также привнося различные… различные виды тканей. Шелк – один из типов тканей, которые имеют приятный блеск. Я уже упоминал об этом, но хочу остановиться подробнее. В сочетании с шерстью он выглядит просто потрясающе. Большая ошибка заключается в том, что люди не понимают, какие ткани они могут выбрать. Я говорил о шелке, о шерсти. Но есть замша и кожа, и они отличаются друг от друга. Замшевая куртка будет немного более изысканной, немного более дорогой. Хотя иногда она стоит намного меньше, чем кожаная. Но кожаная будет немного тяжелее, немного… более мужественной, немного более солидной. А когда дело доходит до пиджаков, у вас есть масса вариантов. Есть льиные, хлопковые. В данном случае, если я правильно помню, у меня есть кашемировый смешанный с шерстью. Прекрасная ткань, очень мягкая, немного более ворсистая. Если вы не знакомы с ворсистым плетением, его можно увидеть на фланели. Это придает ей немного более объемный вид, она очень мягкая, отлично подходит для осени, зимы и прохладной весны. А этот вариант не всем придется по вкусу, но он хорош для прохладного сезона. Из хлопка, довольно прочный, хорошо подходит для брюк, и это корт. Итак, господа, если вам нравится это видео, сделайте одолжение и поставьте лайк. Серьезно, когда вы ставите лайк, это дает богам YouTube понять, что это стоящее видео. Это помогает алгоритмам и просто полезно для канала. Следующую ошибку я уже упоминал несколько раз, но я хочу выделить ее в отдельную тему, и она заключается в том, что большинство мужчин неправильно используют цвет. Во-первых, они даже не используют его, они его боятся, и я это понимаю. Для меня цвет – это как соль. Вы хотите добавить совсем немного. Если добавить слишком много соли, то вы испортите это блюдо. То же самое с яркими цветами, которые, как мне кажется, перегружают образ. Есть мужчины, которым это подходит, ну, вы знаете, немного более модные. Но я более консервативен в одежде, и я считаю, что просто привнести немного цвета – значит привлечь внимание, добавить немного эпатажа. И это интересно. Но в целом я стараюсь оставить его для аксессуаров. Но на этом не стоит останавливаться. Говоря о синем цвете, нужно понимать, что существует десятка его оттенков, если не больше. И когда вы начинаете думать, о-о-о, вау, почему этот коричневый сочетается с этим зеленым? Как так получилось, что этот коричневый отлично сочетается с синим? Вы поймете, как цвета сочетаются друг с другом. Вы поймете принцип цветовой палитры, как сочетаются между собой разные цвета, как они могут обеспечить высокий контраст, как они естественным образом работают вместе. И вы начнете экспериментировать и получать удовольствие. Эксперименты заслуживают отдельного пункта, потому что многие мужчины избегают их. Они боятся ошибиться, когда дело касается их одежды. И я понимаю, вы не хотите, чтобы на вас пялились или говорили плохо. Мы все это чувствуем, но не бойтесь пробовать что-то новое, ведь вы всегда можете вернуться к привычным образом. Одна из вещей, которые я рекомендую, это многослойная одежда и понимание того, что если мне не очень нравится, как выглядит этот галстук, то наряд будет хорошо смотреться и без него, или можно взять запасной, или если вы не уверены насчет платка в нагрудном кармане, просто сложите его обычным образом, и если вы так сильно переживаете по этому поводу, на полпути к мероприятию просто заправьте его, и никто ничего не заметит. Он спрячется там. Но, скорее всего, вы забудете о нем, пока не получите комплимент, или кто-то не скажет, «Слушай, мне нравится это сочетание». «Это просто потрясающе на тебя смотрится». И вот тут-то, знаете ли, дело в том, что все мы иногда совершаем ошибки в одежде, но вы просто должны смириться с тем, что это иногда случается. Но, что более вероятно, так это то, что вы посмотрите на себя в зеркало и скажете, «Знаете что, мне нравится этот образ, я чувствую себя прекрасно». И вы выйдете на улицу, и ваша уверенность будет сопровождать вас до конца. Кроме того, если вы сделаете это, если это действительно будет выглядеть хорошо, и вы получите несколько комплиментов, вы будете носить этот наряд как основной. А эксперименты, смешивание тех вещей, которые вы никогда не пробовали, вдруг придадут вам смелости и уверенности. Итак, где брать идеи для таких экспериментов? Следующая ошибка в том, что у большинства парней нет вкуса. Но вы не рождаетесь с таким вкусом. Вам просто нужно оглядеться вокруг, вдохновиться. Я люблю вдохновение, поэтому я иду в книжный магазин, листаю там журналы, это отличный способ. Вы можете зайти в Пинтерест, в Инстаграм. Может быть, стоит вступить в одну из групп Фейсбук, где люди пишут о том, как они проводят день. И у нас есть такая группа, ссылку на нее я дам в описании. Суть в том, что вы идете куда-то и вдохновляетесь. Посмотрите несколько фильмов со стильными мужчинами, и попытайтесь подражать нарядам Джорджа Клуни, Райана Гослинга, Идриса Эльбы. Найдите кого-то, чей тон кожи похож на ваш. Может быть, у вас определенный цвет лица. Найдите кинозвезду, найдите кого-то, кто публикует материалы о том, что подходит к их цвету лица, и подражайте ему. Никто не заметит, что вы копируете внешность, ну, знаете, старого Джеймса Бонда. Нет, они скажут, вау, это выглядит отлично. Даже любители Джеймса Бонда. У меня есть несколько друзей, и я вижу, как они в точности повторяют образы из Спектра или Казино Рояль. Дело в том, что большинство людей не знает, что нужно сделать, чтобы повторить такой образ. Да, они понимают, что они были вдохновлены Джеймсом Бондом. Но даже если они попытаются в точности скопировать один из этих образов, это будет очень сложно сделать. Часто приходится идти на компромиссы, что-то менять. И в итоге вы выглядите просто великолепно. Вы выглядите потрясающе и начинаете владеть этим образом. Это то, к чему вы стремитесь. Но значит ли это, что вам нужно теперь смотреть модные показы? Ну, если вы действительно следите за модой, вам нравятся такие вещи, то вперед. Честно, это не мое, но я знаю, что некоторые из вас любят высокую моду, некоторые из вас любят крупные бренды. И все это здорово, но я думаю, что для парня, который только начинает, лучшим решением будет найти несколько людей, которые могут вдохновить вас особенно. Если у них такое же телосложение, или если у них похожая цветовая палитра, поищите их в интернете. Следующие две ошибки – это незнание своей истории и неиспользование своих возможностей. Поэтому часто, когда я рассказываю о каком-либо предмете, я люблю обращаться к истории. Я делаю это потому, что многие мужчины боятся носить шарф, боятся носить определенный тип обуви, или, ну, я не знаю, брюки с высокой талией и подтяжками, потому что я не вижу, чтобы другие люди это делали. Но исторически сложилось так, что мужчины – мужественные и сильные мужчины, которые создали и основали не только эту страну, но и страны по всему миру. Великие лидеры одевались именно так. Если вернуться назад и посмотреть на Мартина Лютера Кинга, вернуться назад и посмотреть на Франклина Рузвельта, упомянутого Вашингтона, все эти люди носили эти наряды, и то, как они одевались, производило впечатление. И многие подумали, ух ты, я тоже могу выглядеть так же. У вас должно быть мужество и уверенность в себе, чтобы выделяться из толпы. Кроме того, отличным элементом в вашем образе может стать шляпа. Я правда люблю все эти шляпы. Знаете, я думаю, что острые козырьки вернули моду на этикепки. Это очень красивые головные уборы. Но выбор головных уборов очень велик. Да, мужчины носят шляпы, бейсболки, но как насчет того, чтобы сделать шаг вперед и выбрать что-то более стильное, что будет заслуживать комплиментов? Когда дело доходит до шеи, подумайте о бабочке. Ее не так часто можно увидеть, но почему бы на самом деле не носить галстук-бабочку? Попробуйте. Кто не любит, когда парень носит галстук-бабочку? Это такой обаятельный элемент одежды, и при этом он существует уже сотни лет. И его носят с черным костюмом, вспомните даже Черчилля. Так что, если вам нужен пример, то есть все эти великие мужественные мужчины, мужчины, которые сформировали мир, и они носили эти вещи, почему бы не привнести это в свой образ? И внезапно вы начинаете получать комплименты, выделяться из толпы, выглядеть потрясающе, и вы точно не будете скучным. И позвольте мне остановиться на последней ошибке использования своих возможностей. Это означает научиться носить вещи. Так много людей говорят, «Антонио, я никогда не надену шарф, я никогда не надену галстук-бабочку, я никогда не надену подтяжки, потому что это неудобно». Дело в том, что это не неудобно, это просто непривычно для вас. И это большая разница, потому что вы не пробовали их носить. Любой мужчина, у которого есть отличная пара брюк с высокой талией, и вы их носите, знает, что они лучшие ремня. Ремни стягивают талию. Подтяжка с брюками и с высокой талией будет гораздо удобнее. Дело в том, что вам нужно привыкнуть к этому, вам нужно тренироваться. Вы должны сделать несколько повторений, вы должны увидеть, каково это. Вот почему я советую носить такую одежду дома, даже не думая о ней, потому что потом вы выйдете из дома, пойдете в магазин, возможно, наденете ее, даже не думая о том, что на вас надето. В следующий момент вы выйдете на улицу в этом наряде, будете хорошо выглядеть, получите комплименты, и уже не будете беспокоиться. Итак, если вам понравилось это видео, то вам понравится и это, 12 ошибок в стиле, из-за которых вы выглядите толстым, даже если вы худой. Парни, посмотрите это видео, потому что если вы делаете эти ошибки, то это просто некрасиво. Если вы крупный парень, вам определенно стоит посмотреть это видео, потому что я собираюсь спасти вас. Посмотрите, там я даю отличные советы. Субтитры сделал DimaTorzok